друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и главном новостном фоне который провоцирует волатильность на финансовых рынках валютном фондовом и сырьевом не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы комментарии периодически я интересуюсь вашим мнением по ряду вопросов и всегда рад фидбэку особенно если вы все-таки решаетесь его оставить также не забывайте ставить лайки за которые огромное всем спасибо ну что ж сегодня день европейского центрального банка в принципе говоря о том что нас ждет сегодня и завтра это новостной фон крайне насыщенный и прежде всего для главного валютного риска потому что заседание европейского центрального банка решение по процентным ставкам пресса конференция председателя и цб кристин лагард и соответственно завтра еще и саммита и если вы хотите точно понять какой же все таки из этих новостных факторов будет определяющим для евро я думаю что это все-таки саммит европейского союза потому что его задача согласовать новый фонд финансовой помощи вчера я попробовал забросить удочку с негативом относительно того что стоит ожидать и по факту этого события сегодня будем продолжать развивать эту тему и надеюсь в конце концов вы поймете какие риски сейчас сопряжены с торговлей европейской валюты или также все таки в какую сторону лучше поглядывать но начнем мы с общего настроения которое сейчас сложилось на финансовых рынках это явная склонность к риску и это склонность к риску была связана и с ослаблением доллара опять же американская валюта стала резко приседать после того как на рынке появились сообщения о том что компания модерна уже нам известное давно мы периодически возвращаемся к ней мелькает она в новостных сводках по разработке вакцины коронавируса так вот модерна провела испытание исследования на 45 испытуемых и вроде бы как эта вакцина дала нужный иммунный ответ но если вы помните друзья всегда есть нюансы в данном случае тоже такие имеются во первых количество испытуемых не позволяет говорить о серьезной выборке статистической и второй момент прежде чем будут железобетонные доказательства того что вакцина работает она безопасна для здоровья и она может впоследствии помогать сдерживать распространение пандемии коронавируса нужно чтобы прошло много времени считается что не меньше полугода то есть какие-то объективные выводы можно будет делать только под конец двадцатого года но к сожалению опять же до конца двадцатого года ситуация может радикальным образом ухудшиться и мы видим как развиваются события с коронавирусом в разных новых эпицентрах очагах распространения инфекции несмотря на то что очень долго нам говорили что штаты все-таки не закроются на повторной карантинный мир уже есть прецедент это калифорния и фактически техас я думаю что дальше таких региональных штатов будет на больше похоже ситуация сейчас происходит в австралии и не хотелось бы конечно же допускать это говорить но я думаю что ряд европейских стран ближайшее время также могут столкнуться с риском повторного распространения коронавирусной инфекции поэтому с одной стороны позитив вроде бы как очевиден и он есть все-таки хорошие новости это хоть что-то учитывая то что раньше их и вовсе не было но я надеюсь друзья то что к фундаментальному анализу вы подходите с точки зрения все-таки определения каких-то долгосрочных ожиданий прекрасно понимаете что но не тянет пока этот фон на мощную фундаментальную поддержку рынок нефти 43 49 растем при этом рост нефтяного сектора еще раз доказывает то что участники рынка инвесторы и трейдеры живут будущем в расчете на то что завтра будет лучше чем сегодня что касается центрального события вчерашнего дня это заседание опек по тому в каком формате будет действовать сделка энергетического пата в августе так вот приняли решение увеличить производство нефти и это увеличение составит 1 и 6 миллиона баррелей в сутки хотя бы какую-то коррекцию рынок должен был дать потому что увеличение производства это не сокращение добычи но рынок абсолютно никак не отреагировал на этот новостной фон поэтому друзья на рынок перекуплен 43 49 сейчас соответственно по фундаменту вы все сами прекрасно видите ранее мы говорили о падении объективным по статистике спроса мы говорим о распространении коронавируса мы говорим о том что с августа соглашение будет уже не тем поддерживающим рынок что раньше но все равно нефтянка не корректируется я буду искать уровни для продаж буду держать вас в курсе но пока что друзья хороших оптимальных точек для перезахода в рынок я не вижу индекс американского доллара 96 08 выстоял наш уровень стоп лосс на отметке 95 а 70 стоит отметить что вчера разворот индекса американской валюты точь-точь совпал с выходом данных по промышленному производству отчет оказался лучше плюс 5 4 процента с прошлого роста на 1 и 4 процента сегодня у нас в 15 30 данные по уроничным продажам ожидания тоже хорошие если статистику все-таки сейчас оказывает на индекс американской валюты прямое воздействие то сегодня этот отскок от локальных минимумов продолжится доллар гена ранее рекомендовали друзья все-таки сделать большую ставку на покупку японской иены доллар иена снижается 106 94 наша цель 106 по-прежнему должна маячить именно на этом значении золото растет мы в покупках 1810 долларов за тройскую функцию ждем перехай на отметке 1820 вполне возможно учитывая то что сейчас все чаще приходится возвращаться к еще одному негативному моменту связанному с отношениями сша и китая как вы помните во вторник трампа отменил особый статус гонконга в ответ на закон о нацбезопасности и в принципе дал добро накладывать санкции в отношении тех лиц которые имели отношение к этому законопроекту китай вчера ответил фактически жесткая риторика ожидаемая о том что аналогичные санкции могут последовать в адрес американских чиновников тучи сгущаются я думаю что мы должны друзья готовиться к возобновлению торговой войны евро против доллара один 1402 поскольку мы все-таки не вышли из индекса американской валюты все-таки пока в приоритете по риску продажи евро против доллара опять же повторюсь что очень важные дни сегодня и завтра сегодня волатильность будет но вряд ли мы сможем определиться с дальнейшим вектором движения а завтра на саммите я ожидаю что решение по согласованию нового пакета фонд помощи не будет это решение отложит на следующий сайм потому что очень уж очевидно сейчас позиция против со стороны ряда стран с жесткой бюджетной экономии позиция о том что они не хотят поддерживать кредитами новой ликвидностью те регионы которые существенно сейчас нарушили правила европейского союза соответствии соотношения долга к ввп поэтому в пятницу будут очень долго бодаться в субботу переговоры продолжатся я думаю допускаю что в понедельник нас ожидает открытие с гэпом вниз фунт против доллара снижаемся 1 25 55 британская валюта за последние два дня восстановилась с минимумов начала недели и вот собственно сейчас опять активно падает я думаю что закрепимся ниже отметки 125 сегодня в 900 совсем скоро ждем данные по рынку труда друзья это та статистика которая может усилить коррекционную динамику и доллар канадец конечно же расстроила пара мы вернулись к тем уровнем с которых ранее присматривались к покупкам 135 ну пока что рынок нефти не дал коррекции это еще один козырь который остается в рукаве если это коррекционная динамика начнется например под закрытие недели то мы снова восстановимся к отметке 1 36 по решению ставка на прежнем уровне объем программы количественного смягчения пока что 5 миллиардов канадских долларов в неделю и очень мягкая риторика странно что канадский доллар на это не отреагировал ну возможно нефть вчера была более определяющим триггером друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока